Друзья мои, всем пламенный хеллоу, приветствую вас на канале Усифом Левен и Жалька Солнечной Форды. Мы с вами в городе Форд Лодердейл, и это прям в 25 минутах от Майами. И мы с вами в одном из самых крупных автоцентров Mercedes-Benz. По-моему, судя по всему, это у нас Автонейшн, один из крупнейших дилеров вообще в США. Колоссальная компания, огромная, и тут большая площадка с новыми машинами, выбор огромный, давно хотел вам показать. Ребята, не забывайте, что у Mercedes есть безусловные плюсы, когда вы заказываете. Я знаю, у меня там есть заказики, я сейчас как раз-таки доехал наконец и буду смотреть то, что есть. Заодно вы посмотрите, кому что понадобится там по покупке. И, соответственно, плюсы. Mercedes-Benz, в отличие от большинства марок, почти всех марок, за исключением, пожалуй, Range Rover, по умолчанию имеет русский язык и, соответственно, не требует прошивки. Mercedes-Benz 350 имеет 2-литровый двигатель, который очень хорош для растаможки. В принципе, без разницы, в каких странах, в европейских, имеется в виду. Соответственно, 450-й GS это 3-литровый двигатель, который тоже там может вполне себе легко. И самое главное, что последний рестайлинг не сильно отличается. То есть, за исключением там оптики и парочки не сильно таких серьезных моментов. Поэтому Mercedes-Benz очень-очень хорош для того, чтобы покупать и отправлять. Особенно, когда машина такая с небольшим пробегом, то очень хорошо, выгодно получается. Ну что, поехали, посмотрим. Ребят, подпишитесь, пожалуйста, на Instagram, Telegram. Ссылка в первом закреплен от меня, комментарий. Поэтому подписывайтесь. И мой телефон я закреплю тоже у себя в Instagram. В принципе, и закреплю здесь в комментариях. Поэтому можно будет туда, пожалуйста, WhatsApp или Telegram. Пишите запросы, пишите text message. Только, пожалуйста, звонки по договоренности. Ладно, потому что не всегда есть время отвечать. Ну что, ребята, поехали смотреть. Итак, поехали. В Telegram канал себя уже выложил. Скажем так, спойлер. Что у нас здесь такого интересного? Да, AutoNation, видите, на этих написано. То есть, это очень-очень крупный дилер в США. Кстати, с ними сотрудничаем по Тойотам. Вы видели, Форт Майерс, часто с ними работаем. Цел и полный привод. Я начну с седанчиков. Так. Два литра. Майлд Хайбрид. 255 лошадиных сил. Два четвертый год. И 63,495 по цене. Я потом постараюсь, посмотрю, если будет с ценами вторичка, то я отдельное видео закатаю про вторичку. Потому что я понимаю, что многих интересует именно вторичка. Так, целый 450 кабриолет. Сейчас посмотрю, если у нас там есть стикер. Так, да, есть. Это у нас 3 литра. 6 турбо. 375 лошадиных сил. Система Майлд Хайбрид. 81,865. Ребята, напоминаю, что теперь эта система стоит практически везде. Она у разных марок по-разному называется. Но BMW и Mercedes они ее называют Майлд Хайбрид. То есть, это никакой не гибрид, ребята. Это тот же бензиновый двигатель усиленный. То есть, не надо ее бояться. Это уже проверенная десятилетиями точно уже система. Ну, десятилетиям точно. Вот так. Если, может быть, это не 20 лет, но лет 10 точно как существует. Это система рекуперации. То есть, все это мы проходили. Бла-бла-бла. Мы знаем. Я не буду задаться технической подростки. Посмотрите. Только не надо начинать тут бояться. Значит, целышки вот эти вот, они уже, как вы видите, с новым идут вариантом внутри интерьера и под S-класс. В общем, все это выглядит очень-очень достойно. Теперь это все на один манер. И, в принципе, не смущает. 2 литра, 250 двигательных сил и 65 тысяч. Ну, в общем, не буду я задерживаться на целый. И погнали дальше. Так. Вот у нас TLA 350 в AMG пакете. Интересные такие диски. Это турбо. Ну, кому-то надо вот машинку помощнее, но небольшую. Для больших городов, мне кажется, да, почему нет. Так, вот здесь у нас Hybrid Assist. 302 лошадиные силы и 63 тысячи. Долларов цена. И простой. Простая версия. Ну, то есть, GLC 300. При этом, полный привод. FOMATIC. И 2 литра. 255 лошадиных сил. 53 тысячи. Все. Погнали дальше. Очень мне нравится по дизайну SL-ки. Очень красивая машина. Это 43-й. Смотрите, черные шильды. AMG. Convertable. Блин, бомба. Она так вытянута вперед. Очень красиво. Так, динамичный такой дизайн. Мне он очень нравится. Вот прям очень нравится. При всем моем любви и уважении к BMW. One Love мою BMW. Вон он стоит мой. Вчера, кто смотрел ролик, сделал обзор своей машины. Но, если мы говорим про это вот замечательное купе. Спорт купе. Это просто. Просто это роста. Да. Роста. Все правильно. 2 литра. 375 лошадиных сил. И 115 тысяч. Но дорого-дорого, как говорится. Капец. Просто очень дорого. C300. Вот еще одна SL. В принципе, тоже давайте. Не буду заострять внимание. EQB 250. Электричка. B-класс. Так. Беленькая. Со световым салоном. Здесь у нас 188 лошадиных сил. И... А, электричка. Да. Все правильно. Хотел сказать, какой объем двигателя. Туплю. 57 тысяч долларов. Так. GLE. Причем GLE. Он, ребят, дорестайл. Он явно с пробегом. Но нет у него стикера. Он моноприводный. GLE 350. Видите, нету здесь шильда. GLE 350. И у матик. Вот, кстати, вот видите. Мне кажется, на мой взгляд, не знаю. Но предыдущие стоп-сигналы были интереснее смотрелись. Чем вот эти вот. Ну, это на все. На вкус и цвет. Значит, у нас цвет Alping Grey. Модный цвет. Только в 24 году появился. Кто ищет 21 года себя в таком цвете, ребята, не найдете. Их просто не было природы. С черным салоном авто. И... И... И фиг нам тут. А, подождите. Нет. Что сказать? Может, там где-то стикер. Нет. Что, ладно, найдем. Как говорится, будем искать. Найдем. GLB 250. Бензин. Давайте покажу. Тоже по ценам. 24 год. 2 литра. 221 лошадиная сила. 52 пищи. Ребята, я не против заниматься такими машинами. Если надо будет, безусловно, обращайтесь. Но выгоды в привозе отсюда из Америки таких машин нет. То есть, это GLE. GLE. GLE S. Да, пожалуйста. Но небольших автомобилей просто нет. Накладные одинаковые. И поэтому нету никакой выгоды. Так. И 350-й FOMATIC с сумасшедшим цветом. И класс стал E-класс, пожалуйста. Если на манер русскоязычный. Соответственно, вот этот E-класс, мне кажется, он стал просто бомбический. Он, во-первых, здоровый. Еще в этом цвете. Это какой-то интересный цвет. Давайте посмотрим, как это все дело называется. Два четвертый класс. Два литра. Ой, 24-й год. Два литра. Двести пятьдесят пять мощных сил. И 71 тысячи. Но они сейчас стали делать очень навороченные версии. И, в принципе, там много опций добавляется. Но ценник, конечно, не кошерный вообще. Семьдесят одна тысяча. Ну, прям капец. Очень дорого. Это с налогами, ребят. Он выйдет под 80 тысяч. Жесть. Но красиво. Красиво. Что не сделаешь. Так, сейчас телеграм-канал. Вот выложу эту машину. Пускай народ посмотрит. Очень-очень красиво. А цвет я вам обещал показать. Как называется. Давайте вместе посмотрим, как у нас этот цвет называется. Он называется Sonoran Brown Metallic. Ребята, поверьте, вживую смотрится просто нереально. Это какое-то и кофе, и бронза. И все это переливается. Этот Sonoran Metallic. Блин, очень красивый цвет. Мне очень нравится. Но под настроение. Так, что тут у нас еще есть? У нас C-класс это уже показывал. Идем дальше. Сейчас я выложу себе в телеграм вот эту машину. И продолжу вам записывать видео. Так, погнали дальше. И 350 в белом цвете. Ну, тут, в общем, без вариантов. Белый цвет один из самых красивых, как и черный, конечно. Здесь еще Knight пакет стоит. Видите, без хрома. Очень модные черные диски. Вообще машина смотрится... Ну, и белый цвет добавляет объема. Машина сетя смотрится больше. Тут реально уже прям похоже на S-класс. Это у нас Moonlight White Metallic называется. 2 литра 255 лошадей. Цена 86 тысяч долларов. Ну, тут у нас, да, добавлены всякие еще плюшки. S-класс. Ну, тут здесь вот реально уже практически нет отличий. Ну, я имею в виду визуально. Особенно белый с черным. Значит, у нас S-класс 580. Это 4 литра V8. 496 лошадейных сил и 137 тысяч до налогов. Так, погнали. Что тут у нас еще из интересного? EQ и электричка. Седан. 350 плюс 80... 80 тысяч, простите. 288 лошадиных сил обозначает сейчас нам стикер. Так, еще одна электричка. Нету стикера. Это у нас EQS стоит. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Так, и вон там 2. Ребята, я скинул в Telegram. Есть в наличии машины в Канаде уже на документах. Можно брать. Я про EQS. Вот именно в таком цвете есть. Так. AMG GLE 63S белый. Так, где у нас стикер, 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 стикер. Сняли стикер. Зараза, да что ж такое-то, а? Ладно, сейчас найду вам что-нибудь еще. Эти машины почему-то без стикеров стоят. А, подождите, а у него сбоку нет? Нет. Так, что у нас тут? Сори, ребят, хотел вам показать. Но видите, черный какой красавчик, конечно. Здесь вот у нас сбоку есть стикеры, поэтому здесь давайте покажу вам на примере. EQS. Вот такой EQS есть. Сейчас посмотрим. Это у нас 450, 99 тысяч. 99 тысяч. В принципе, за 118 его можно забрать уже. Тугол. 3 литра, 375 лошадиных сил. Вот именно в таком варианте. Имейте в виду, что есть. Есть. Так. Белый. Там нет смысла. Показал я вам уже, сколько это все дело стоит. А это что у нас с пробегом, что ли? Еще посмотрим. Давайте, что перейду по сайт. Да. 24 год. Тысяча миль пробега. Полный привод. Давайте сейчас перейду на сайт и вам скажу, сколько стоит это авто. Посмотрите, здесь у нас и проекция. Коричневый салон. Блин. Такая модная. Модное такое авто. А сзади что тут у нас? Сзади у нас капитанские кресла. Система доводчиков есть. Так, сейчас по цене я вам скажу, что тут у нас получается. Ребят, 115 тысяч стоит эта машина. Ну, это 4 литра. 580, поэтому это у нас 3-х литровый. А это 4-х литровый, поэтому такая цена здесь. Так, сейчас тоже в телегу выложу себе. Это дело. Так, ну и под занавес. На G-53 нет здесь, к сожалению, стикера. А вот на G-53, который спорткупе, на него нет стикера. А здесь вот на G-53, хоть и красный, но тем не менее, есть стикер с черным салоном. И цена на него 96 тысяч. Это у нас 3 литра и 429 лошадиных сил. Ну, там еще есть еще что-то интересное стоит. Иногда ищешь машину, не можешь найти этот вот раз, и что-то стоит. Так, это у нас тоже новый цвет 2-4 года. Тоже 53-й стикер, стикер. Надо смотреть, что есть. Но стикер тоже у него, к сожалению, нет. Ну, в целом, примерно понятно. Они все в районе 95-96, плюс налоги и так далее. Ну, можно забирать с подиума. Да, здесь тоже нет стикера. Можно забирать с подиума. И в таком случае можно обоходиться без переплаты по налогам. Потому что сразу брать на экспорт, если дилер говорит, можно. Все, ребят, пока-пока. Сегодня был Mercedes-Benz. Обращайтесь по поводу покупки автомобилей, доставьте их в ваши страны. У нас на сегодняшний день идут отгрузки, доставки. Все получат свои автомобили. Не переживайте, все, едет, все. Решаем все вопросы. Ну, вот, кстати, это у нас с вами EQE 350 седан. 288 лошадиных сил и 83 тысячи. Вот вам под зону еще показал машинку. Все, пока-пока. Спасибо, что были на канале.